Слава Богу! Так что, друзья, да, первая часть семинара «Свобода от религиозного оккультизма». Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Христу! Вот, и сегодня я провожу семинар, «Свобода от религиозного оккультизма». Так назвал я это семинар. И подобные семинары я провожу в библейских школах, но более подробные, конечно, более детальные, но также и попробую сегодня сделать вот так вот в трансляции. Уже кто-то подключился на YouTube, на канале YouTube. Слава Богу! Приветствую, кто смотрит сейчас на канале YouTube. А также на странице, ну, такой официальной, будем так сказать, странице Facebook. Приветствую всех! Ну и тех, кто потом будет в записи смотреть этот семинар. Всех приветствую! Слава Господу! И сегодня в этих четырех частях я хочу поделиться... Да, сейчас будет четыре части этого семинара. Сейчас первая часть началась. Вот первая часть семинара. Почему именно сегодня я решил вот этот семинар провести? Сегодня у нас 24 июля. В календаре православной церкви, в том числе и в календаре реформаторской, нашей такой неканонической реформаторской православной церкви Христа Спасителя, значит, память княгини Ольги, некоторых других святых. Но, значит, почему именно вот сегодняшний день я обозначил, потому что в календаре традиционной православной церкви, канонических, православной церкви неканонических, отмечается память, называется чудо, воспоминания чудо великомученицы Ефимии Всехвальной, им же православию твердисье. Вот так вот название, официальное название этого праздника. А в календаре реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепискому, архиепискому, которому я являюсь, конечно, такого празднества нет. Потому что я считаю, что это оккультное празднество и ничего общего с христианством не имеющее. Более того, я считаю, что именно вот эта дата, 24 июля 451 года, значит, от, как мы говорим, ну, гражданского календаря, от Рождества Христова, сейчас на дворе 2018 год, то события, мы вспоминаем сегодня, события 451 года, то есть середина 5-го столетия. Вот, я считаю, что именно эта дата, можно так обозначить ее, как дата начала оккультизма в христианстве, в историческом христианстве. И не то, чтобы до того не было проблемы оккультизма в христианстве. Были проблемы, но де-факто были уже, были уже эти проблемы. Вот, но де-юре, я имею в виду, юридически, как бы, да, официально уже, как бы, канонически, как бы, общецерковно, будем так говорить, православно-католически, так вот, еще можно выразиться, потому что в то время была единая такая огромная структура, религиозная, мафиозная, коррумпированная, цезарепопийская структура, православно-католическая. А в 11-м столетии, намного позже, уже в 11-м столетии, мы православные, как бы, отделились от этого единства, от католической церкви. Значит, сейчас, конечно, уже спустя, уже там, многие столетия, сегодня уже, ну, простите за грубость, и сегодня уже и дураку ясно, что все это разделение было такое больше политическое даже, чем религиозное, но, что сделано, то сделано. Я лично считаю, что даже разделение 11-го столетия в православной католической церкви было во благо нам, обоим, и католикам, нашим братьям, это было во благо, и нам, православным, это стало во благо. Со временем это так вот, как-то так получилось. Но, дамы и господа, что же происходило в 451-м году, 24-го июля? Дело в том, что происходило соборное заседание, во-первых, это собор был, Халкидонский собор, я рассказываю, когда в семинарах своих по истории христианства, о соборах, вселенских, поместных соборах, я об этом более подробно рассказываю, молитесь, друзья, друзья, я очень Богу благодарен за вас всех, вот, за всех друзей церковной реформации, за всех, кто переживает об этом, молится об этом, и финансово участвует в служении моем Господу, в таком просветительском, реформаторском служении, я очень Богу признателен, благодарен за всех вас, дорогие друзья. Вот, Бог призвал к меня к такому очень непростому служению, и я несу это служение уже больше 20 лет, и с 2002 года несу это служение уже как архиепископ, как епископ и как архиепископ, то есть старший пастор, будем так говорить, да, проще говоря, вот, и, знаете, чем больше я несу это служение по времени, и тем более вот в таком архиерейском уже послушании церкви, знаете ли, церковном, вы знаете, тем больше я понимаю, что реформация дело невозможное по-человечески, но невозможное возможно с Богом, возможно невозможное в Боге в самом, невозможное возможно в Иисусе Христе в Духе Святом, и реформация, я в этом глубоко убежден, а ведь наша церковь даже в самом наименовании своем взяло это слово реформаторская, православная церковь, Христа Спасителя, конечно, даже это очень ответственно, считаю, и очень даже почетно, даже в самом названии, даже прежде, чем православное, поставить именно реформаторское, то есть, это указание на наше движение, на наши вот именно векторсом, реформация, есть деформация, есть реформация, И вопросы задают мне, допустим, почему реформаторская? Что такое реформаторская? Допустим, мы, значит, когда здесь в Украине, когда, я забыл уже, в 2001 году еще, по-моему, подавали документы, там спросили, водили по делам религии тогда еще, Бондаренко был там. Значит, что спросили, значит, эти чиновники с удивлением, а почему мы подали вначале реформованная, реформированная церковь православная? Спросили об этом определении, реформированная, то есть у вас реформация уже завершена? Я говорю, стоп, нет-нет-нет-нет, экклезия сэмпа реформанда, церковь непрестанно реформируется, как говорил Киприан Карфагенский, Анзалтаус, другие отцы церкви говорили, думаю, и мы заявляем, что действительно, церковь непрестанно реформируется, потому что это жизнь, кто во Христе, тот постоянно реформируется, кто вне Христа, тот постоянно деформируется, кто в Иисусе, в Слове Божьем, тот всегда реформируется, непрестанно реформируется, кто вне Иисуса, вне Слова Божьего, тот постоянно деформируется, деградирует. И как на личностном уровне, это очевидно, так и на уровне целых общин, поместных церквей, да и всего мирового христианства, чего греха таить. Скажу так, всего мирового христианства. Допустим, до 1517 года продолжалась с самого 9 столетия, с середины 9 века и до начала 16 столетия, представьте сколько столетий, продолжалась такая эпоха великой деформации, деградации мирового христианства. И вот, по милости Господне, слава тебе Господь, Бог всемогущий. 5 столетий назад, уже больше чем 5 столетий назад, началась эпоха великой реформации, то есть восстановление, покаяние, исправление, реформация, это невдумывание чего-то нового, это возвращение порой к хорошо забытому, старому, возвращение к основанию, возвращение к фундаменту веры, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Да и больше того, не только на уровне всей церкви Господней и на уровне церквей, на личном уровне. Если каждый день я как христианин не буду обновляться, реформироваться во Христе Иисусе, в чтении Слова Божьего, в божественной этой любви, напоминать себе Евангелие и окружающим Евангелие благодати Божьей, то процесс деформации включается по умолчанию, будем так говорить. Поэтому некоторые христиане говорят, я не хочу реформироваться, я буду просто обычным верующим. Увы, по умолчанию стоят опции в природе человеческой, именно деформация, деградация. А чтобы избрать опцию реформация, то нужно сделать акт веры. Как идти по стопам отца нашего Авраама и других патриархов, пророков, отцов церкви. Ну и в первую очередь, конечно, взирая на начальника веры, совершителя веры, самого Иисуса Христа по стопам нашего Господа, который постоянно реформировался. И вот сегодня перечитал тоже момент из Писания, из Евангелия тоже, где говорится, что Иисус, Он постоянно, вот там было движение, слава Богу, постоянно, не пристану, я сюда напередвину, наверное. Вот, так что, так, дамы и господа, и тема «Свобода от религиозного оккультизма» это, говорю, очень такая большая и важная тема. Жду тоже ваших вопросов, друзья. А перед тем прочту из Божьего Слова, я заложил здесь себе из Ефесян, послание Ефесянам, 5 глава, 11 стихом. Ну, в общем-то, то, что и в объявлениях я опубликовал везде, следующие слова. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Так, я, наверное, попробую включить, надеюсь, шум не будет, так сильно шум. Вот, то есть не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. То есть нам, как верующим людям, важно не только не участвовать в чем-то, допустим, в каких-то оккультных традициях, но и важно еще, как верующим людям, как христианам, именно обличать эти дела тьмы. То есть не участвовать в делах тьмы, это первое, конечно, условие. И второе, необходимо верующим обличать эти, обличать бесплодные дела тьмы. Бесплодные, в смысле, нет хороших плодов, будем так говорить. Плохих-то плодов навалом возникает, значит, когда участвуешь в делах тьмы. А вот хороших никаких плодов нету. Потому что хорошие плоды только лишь от реального общения с Божьим Святым Духом, в Слове Божьем, в этом реальное общение и реальные плоды Духа Святого в нас тогда. Спасибо тебе, Господь, за этот семинар. Благостави, Господь. Благостави всех, кто подключился сейчас, кто подключается. Благостави всех, кто в записи будет смотреть этот семинар. Свобода от религиозного оккультизма. И Божий всемогущий, как апостол Павел, вдохновленный тобой написал, к ефесянам, и сегодня это ко всем нам слово обращено, не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать эти бесплодные дела тьмы. Спасибо тебе, Боже всемогущий. Благодарю тебя. Благодарю тебя, что я не участвую в бесплодных делах тьмы. И имею честь от тебя ныне обличать эти бесплодные дела тьмы. Да, обратятся миллионы и миллионы верующих, миллионы и миллионы христиан, да, обратятся от общения с бесами к общению с тобой, общению с твоим Духом Святым, к Слову твоему Святому, да, обратятся к истине твоей, потому что истина в Иисусе Христе. Аминь. Слава Богу. Да, друзья, дамы и господа, сегодня провожу семинар, я напоминаю, кто подключился сейчас, вижу, подключаются люди, семинар и трансляцию делаю и на Facebook, значит, на официальной странице, и здесь вот, значит, на YouTube. Этот семинар «Свобода от религиозного культизма». Почему именно сегодня? 24 июля, потому что много-много столетий тому назад, будем так говорить, да, 24 июля 451 года на Халкидонском соборе, во время заседания Халкидонского собора, по сути, было легализована, была легализована оккультная практика в христианской церкви, в историческом христианстве, которая, к сожалению, продолжается до сего дня. Да-да, я не оговорился, до сего дня именно продолжается, к сожалению. И, в общем-то, то, что произошло тогда, ну, я лишь вкратце опишу сейчас, я планирую в последней части тоже об этом поговорить, но в этой первой части тоже опишу вкратце, что же произошло в 451 году, летом 451 года, 24 июля. Что произошло? Было заседание собора, и отцы церкви, их было много. На Халкидонском соборе принимало участие больше 600 точно человек, я сейчас не помню точно, около 700, мне кажется. Если не считать осужденных в Елисе, значит, по-моему, 630 даже. То есть, как бы, больше 600 человек. Представьте, огромное собрание епископов, богословов, ученых, и большей частью, к сожалению, не так уж сильно и ученых, то есть, не евангельских ученых, чаще всего, к сожалению. Вот, чаще всего, оккультно ученых, будем договорить, потому что к тому времени, еще лет за 20 до того, монашество полностью, по сути, захватило власть в свои руки, в церкви. Да, к сожалению, за 20 лет до того, на Ефесском соборе, 431 года, вот такое произошло. Так вот, в 451 году, вот сегодняшним днем, это событие вспоминаемое, чудо, воспоминание чудо Ефимии Всехвальной, отцы соборов спорили о природах Христа, и что они сделали? Взяли и взяли рукописание вот этих определений веры, будем договорить, догматов, доктрин, и они положили в гроб, ну, не могли договориться по-хорошему никак, никакие аргументы не действовали, ни с одной, ни с другой стороны. И поэтому, просто-напросто что сделали? Положили в гроб, значит, к мученице Ефимии. Мертвые девушки, ну, это были мощи, то есть засохшие останки, будем договорить, этой мученицы Ефимии, которая была репрессирована еще при римских императорах, при Диоклетяне, то есть к тому времени она уже больше 100 лет была, более чем 100 лет была мертвая, вот, почти полтора столетия, и вот такое произошло событие в Халкидонской пустыне, то и будем договориться. И вот, потом взяли пост на три дня, значит, вот, и одна, и другая сторона, спорящие, богословские, спорящие, не соглашающиеся друг с другом в доктринах евтихианства, так называемое, монофизитства, потом монофилистства, впоследствии, вот, и православная, ортодоксальная, будем так говорить, часть собрания того епископов, они брали пост, ну, видимо, хорошо попостились, господа, три дня постились, молились, и на третий день чудо такое произошло, вот именно вот сегодняшним днем воспоминаемое, 24 июля 451 года, середины пятого столетия, напоминаю, так вот, в Халкидоне, и гроб открыли, когда печати сняли, гроб открыли, и председатель собора возвал к этой умершей, кстати, молились уже самой Ефимии, к тому времени все очень было плохо в церкви уже, все не так, как надо, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо, как Высоцкий пел, еще помните, к сожалению, вот так происходило, и вот, открыли, когда гроб, председатель собора возвал, как бы, к этой Ефимии, чтобы она дала знамение, как бы, да, вот, что произошло, они увидели, что одно из рукописаний, как бы, определение веры у Ефимии в руках, а второе в ногах, и этот патриарх, там, председатель сказал, о, вот видите, все, Ефимия дала ответ, да, то, что в руках, значит, это правильное, православное, ортодоксальное определение, а то, что в ногах, значит, это неправильное, еретическое определение, оппозиция там запротестовало, но дальнейшее, как говорится, событие многим закрыло рты, Ефимия, к тому времени, полтора столетия уже как мертвая, засохшая девушка, мученица, она, как бы, ожила, ну, не вся, но рука, по крайней мере, ее точно ожила, вот, как бы, значит, и протянула, протянула этому председателю рукописание, и председатель, этот патриарх, там, кто епископ старший, он взял это определение веры в руки, и, о, немая сцена, большая часть оппозиции, значит, там, как считается, согласилась, все-таки, покаялась, согласилась с этим определением, вот, но, другие не согласились, их пришлось репрессировать, вот, но с того времени, как бы, вот, определение о волях, о природах Христа, считается, православной, католическое, бред, вообще, никакого отношения это событие христианство не имеет, конечно, и, это такое же христианство, как я, балерины вообще, никакое это не христианство, и это даже рядом не лежало, это чистая вода оккультизм, оккультная традиция, которая, уже не просто, там, где-то там, в пустынях, отдельно, монахи, там, что-то себе, там, чудили, вытворяли, не просто, где-то там, знаете ли, один на один, там, спиритизм, там, там, допустим, там, ну, кто-то там, Макарий Египетский, допустим, часто, там, чудил, спиритические свои сеансы проводил в пустынях, и чаще всего без свидетелей, как бы, только лишь со слов его, или учеников его, мы это все знаем, как бы, это, как бы, на их совести, это беззаконие все, ну, а здесь уже публично, в присутствии представителей власти, императорской, в присутствии всех гостей, там, больше шестисот, как бы, таких, правоверных, епископов, значит, и богословов, и все это вместе совершилось беззаконно, дамы и господа, братья и сестры, вот с того Халкидонского собора, вот это безбожие, почитание трупов, останков, фрагментов тел человеческих, как якобы святынь в христианстве, все это грязным потоком хлынуло в историческое христианство в целом, и на западе, и на востоке, и потому день этот 24 июля 451 года, сейчас на дворе у нас 2018 год, то событие, которое я рассказываю, это событие 451 года, так вот, Халкидонский собор 451 года, 24 июля, можно смело назвать именно де юре, именно началом истории оккультизма в христианстве, действительно метастазы оккультизма по всему телу Христа распространились, вообще, друзья мои, до начала, если брать 16 столетия, до эпохи начала Великой Реформации, вот всю эту эпоху Великой Деформации, эпоху Великой Деградации, и деформации мирового христианства, значит ли, скажу, что сорняки заполонили все и вся, если сравнить с тем, что Иисус сказал, помните, да, на поле Царства Божьего засеяли хорошее семя, посадили все хорошее, а потом проспали, те, кто должны были быть на чеку, бодрствовать, проспали, и что произошло, пришел враг, да, явился, не запылился, и посеял свои сорняки, и потом все это взросло, и знаете ли, и скажу так, что, к сожалению, вот эти притчи Христа о Царстве Небесном, о Царстве Божьем, то есть о Церкви Его, все были действительно, Божьей частью там много плохого Он говорил о Царстве Своем, то есть Иисус о Своем Царстве мало хорошего говорил, в общем-то, и Он не говорил своим ученикам смотреть на Царство Своё, на Своё Государство, на Царство Небесное, на Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины, мы говорим, да, которые врата ада не одолеют действительно, и не одолели, и не одолеют никогда, и даже и не устоят перед ней, перед Церковью Божьей, но Он, Господь наш, и Учитель, Иисус Христос, Спаситель наш, Бог и Святитель, Он действительно не учил нас смотреть через розовые очки на всё, а Он учил нас смотреть именно реально, объективно, Он учил смотреть нас правде в глаза. И потому о Царстве Своём Он предупреждал учеников, говорил даже больше плохого, нежели хорошего. Кстати, когда Иисус воскрес, то Он опять-таки являлся больше, ну, ученикам своим, выбранным ученикам, да, некоторым, и, хотя, и не только отдельным ученикам, и собранием малым. Однажды более чем пятистам братьев, написано, явился, но можно предполагать, что там были и сёстры, и дети какие, то есть это тысячные собрания. То есть Иисус являлся не только отдельно, там, Марии и Магдалине, там, после воскресения апостолом собравшимся, нет, Он являлся даже и таким сотням верующих одновременно. Хотя, дождалось обещанного от Отца человек 120 всего, ну, таких самых верных, которые решили до конца быть послушными словам Учителя. Так вот, дамы и господа, Иисус, говоря о Царстве Своем, Он говорил, что не вот Царство Божьего, ну, как бы сети, вот сети, евангельские сети, Царство Божьего, они не только хорошую рыбку достанут, но также Иисус предупреждал, что много и плохой рыбы будет тоже взято этим неводом. И вот, как я выше сказал из той притчи ужасная правда, страшная очень правда, горькая правда, что проспали христиане, и что пришел враг и посеял свои плевелы, и все взросло. Хотя Иисус очень интересно в этой притче выразил слова, словами хозяина, да, несомненно, здесь имеется в виду сам Господь, Бог всемогущий, потому что по-другому никак. Интересно, хозяин сказал, чтобы не трогали, не выдергивали, не проводили прополки. Как так? Пусть все растет до конца, вырастет, нечестивый еще делает нечестие, святой еще освещается, нечестивый творит неправду, праведный творит правду еще, а потом будет сбор урожая и отделять, он будет зерна от плевел. Но самое интересное, в этой притче еще и мудрость такая, я убежден, что Господь хочет дать даже самому последнему злаку, дурному злаку, ну, такому сорняку, точнее сказать, правильно, сорняку, стать добрым злаком. То есть, самому плохому растению на огороде Царства Божьего он дает до последнего шанса переродиться, стать добрым злаком уже и идти в его закрома. И примеров таких в истории христианства, я думаю, что многие из вас прекрасно знают масса таких примеров, когда вчерашние сорняки, и на огороде Царства Божьего сегодня прекрасные злаки пошли в закрома многие уже Господни. Янгуст тот же самый, да, который писал когда-то из Остенков уже, признавался своим друзьям в Праге, что его мотивы стать священником не были изначально правильными, не хотел человек вот сильно трудиться физически, работать, ну, как раньше в советское время говорили, когда не хочешь работать, иди в милицию. Вот, но он, а в те времена для парнишки из гусенца пасти гусей не очень-то привлекала его перспектива быть работягой, и он решил, тем более головастый, такой смекалистый, говорливый такой парень был, и он пошел куда? В батюшке, вот, вот, тяжелее ходил, ничего не поднимешь, как бы, значит, и, а языком, говорит, не мешки таскать, и, как бы, вот, ну, это я так грубо, конечно, привожу его слова, но признавался, что, как бы, просто устраивать себя, себе материальную жизнь хорошо решил, вот, и пошел, и смекалистый парень закончил семинарию, батюшкой стал, не просто где-то в Гусинце, в провинции у себя, там, в захолустье, а в столице, в Праге, знаете ли, и дьявол уже потирал руки, и думал, что все, вот очередной сорняк на огороде царства Божьего, и много зла он причинит, да, был он злаком таким, ну, нехорошим, как бы, был он таким сорняком, но потом, чтение слова Божьего, обращение к Богу, пережил обращение к живому спасителю, и переродился, Господь, он силен, заблуждающихся, он силен восстановить, он силен обратить, даже инквизитора, он Савла, сделал апостолом Павлом, да, и, значит, и много он чудес творит, удивительные чудеса его, слава тебе, Господь, и Ян Гус тот же самый, он стал великим реформатором, и даже Мартин Лютер, через сто лет после Гуса уже, знаете ли, перечитывая его беседы, его проповеди, воскликнул однажды перед учениками своими, лютеранами, молодой, молодой лютеранами, он сказал так, что, да мы все гуситы, не лютеране, мы все гуситы, потому что то, что Ян Гус тогда еще, за сто лет до того, поднимал вопросы все эти, о благодати Божьей, о спасении, они сегодня нами поднимаются, господа, удивительно, и вот пять столетий эпохи Великой Реформации, восстановления, покаяния, исправления Церкви Божьей, слава Богу, я молюсь о том, как православный реформатор, молюсь о том, чтобы и православные ветви такого многоветвистого древа христианства пережили реформацию, обновление, слава Иисусу, хотя многие из канонических и неканонических, большинство подавляющее православных ветвей, надломлены, отломлены, порой уже засохшие, но Бог силен, восстановить, даже засохшие, возродить, потому что Он есть воскресение и жизнь наша. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Слава Богу! Дамы и господа, братья и сестры, благоставляю всех вас во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь святым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Конец первой части. Друзья, сейчас небольшой перерыв сделаю. Технически тоже мне нужно. Здесь в студии один час я вот как бы не нужен все успеть мне сделать. Вот. И получается через полчасика, значит, ну как, в 16.00 по киевскому времени, одним словом, подключайтесь. Продолжение. Будет вторая часть. 16.00, потом 17.00, потом 18.00. Сегодня четыре части. Свобода от религиозного оккультизма. Да, и в субботу буду продолжать тему. Здесь буду неподалеку проповедовать в Киеве здесь. Вот. И также буду проповедовать, значит, воскресенье в нашей церкви Накловской. Тоже буду эту тему продолжать. Во имя Христа Иисуса благословен ты. Бог наш. Аминь. И благоставляю всех вас, благословенные братья и сестры. Аминь. Аминь. Аллилуйя.